Привет, привет, любители легкой наживы! Здравствуйте! Поаплодируйте, пожалуйста, те, кто из вас хочет много денег. Это понятно, да. Теперь, пожалуйста, поаплодируйте те, кто готов ради этих денег много-много работать. Тоже понятно. Хорошо, теперь, те, кто не хочет много работать, но хочет много денег, пожалуйста, выйдите из зала. Ну что ж, я так и думал. Придется выступать перед пустым залом, но это мне не впервые. Кстати, так лучше будет слышно то, что я хочу вам сказать. Итак, каждый мечтает по-легкому срубить миллион. Но никто не знает, где срубить. Да еще так получилось, ну, так природа распорядилась, что деньги не растут на деревьях. Ну, иначе эти деньги съели бы жирафы, вы понимаете. У нас, к сожалению, не живут жирафы, но почему-то нет и деревьев с деньгами. Об этом знают многие. И поэтому именно на этой стадии большинство россиян выбывает из этой гонки за легкими деньгами. Но есть некоторые россияне, особенно упертые и упрямые, которые идут дальше и сразу вспоминают о букмекерах. Ну, казалось бы, действительно. Ну, проще, проще. Идешь в контору, ставишь 100 рублей на то, что Кокорин сегодня забьет гол. На коэффициент 150 тысяч. Правильно? И в конце дня тебе светит 15 миллионов рублей. Но проблема в том, что к вечеру ты лишишься последних 100 рублей. Понимаете? Потому что Кокорин не забьет гол. Потому что вчера вместо тренировки Кокорин провел весь день в салоне Ламборджини. Понимаете? А там дикий, дикий очередь. И он освободился только к 6 вечера. Потом поехал поесть свежий суши, покурил кальян и в 11 вечера лег спать. Ну, потому что Кокорин профессионал, понимаете. Конечно, всю вину за то, что Кокорин не забьет, ты попытаешься взвалить на букмекеров. Хотя, если бы ты, ну, хоть немножко изучил статистику Кокорина за последние два года, ты узнал бы, что свой последний гол с игры Кокорин забил в ворота команды надзирателей в тюрьме. Понимаете? Если что, команда надзирателей играет в центральной зоне. Это крепкие профессионалы, поверьте мне. Но, в целом, у Кокорина нет никакой мотивации забивать именно сегодня. Ну, разве что только для того, чтобы ты выиграл 15 миллионов рублей. Ну, вряд ли это вдохновит Кокорин. В общем, друзья, нельзя обвинять во всем русских букмекеров. Потому что, на самом деле, они практически святые люди. Они пытаются научить ставить людей, которые привыкли на все класть. Класть на закон, на окружающих, на логику. Ну, впрочем, и закон, и окружающие отвечают этим людям взаимностью. Это правда. Я и сам такой, понимаете? Я никогда не ставлю логично. Я все время упрямо, например, ставлю на победу «Зенита». Потому что я болею за эту команду. И мне все время потом приходится играть снова и снова, чтобы отыграть обратно проигранные мной деньги. Понимаете? И так не только «Зенита». Например, на «Спартаке» я заработал вообще один раз в жизни. В возрасте 14 лет нашел кошелек у кинотеатра «Спартак». Вот так я заработал на «Спартаке». В кошельке было 3 рубля 73 копейки. Вы скажете, что это мало. Ну, а извините, во-первых, это старыми. А во-вторых, я вам хочу сказать, что даже Леонид Федун на «Спартаке» больше не зарабатывает. Ну, вы понимаете, мы почему-то все время верим в какие-то мифические железобетонные ставки, которые, ну, точно, точно сыграют сегодня. Верим сердцем. Верим сердцем, а не мозгами. Потому что, хотя на самом деле, справедливости ради, я должен сказать, у меня была в жизни такая железобетонная ставка. Ну, однажды, когда строители сказали мне, что закончат ремонт моей квартиры через 3 месяца, вот в этот момент я должен был бы взять все деньги и побежать в лукмекерскую контору и поставить на то, что они не закончат. Понимаете? А не отдавать эти деньги строителям на эти железобетонные перекрытия. Понимаете? Ну, не надо полагаться на то, что, ну, кто-то вместо вас обещает вам решить любую проблему без вас. Понимаете? Делайте ставки только на себя. Делайте ставки на то, за что ответственность лежит именно на вас. Вот, например, я предлагаю вам хорошая ставка. Тотал ваших детей больше 2,5. Ну, представь себе, чтобы сыграла эта ставка, нужно просто немного выпить, подкатить к жене, ну, может, еще перед этим посмотреть порно. И так всего 2,5 раза, и все. Ну, вам вообще это может даже понравиться, и вы втянетесь. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь получать удовольствие от ваших ставок. Делать ставки не работает. Ну, если только вы не футболист футбольного клуба Тамбов. Это фан, не более того. Ну, и если хотите, я вам дам в конце железобетонную ставку. Давайте ставим на то, что Дзюба уже снялся в полнометражном порнофильме. Да, полнометражных. Более того, это 6 серий по 90 минут. Они вышли под названием «Выступление Зенита» в Лиге Чемпионов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...